Девушки отдыхают Собой мальчики интересуются Один из Донбасса даже приехать хочет А еще знаешь, что пишут? Еще пишут о том, что Чтобы мы сняли передачу по поводу стерилизации животных Тема актуальная, я думаю, надо и снять Как ты считаешь? Ну что, заявка я закончила В принципе, можем снять Пойдем работать? Пойдем Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и мой хвост Автор и ведущий Олег И образовательная программа от системы магазинов Планеты Зоо города Кемерово Старший продавец стоит Сегодня тема нашей передачи Это стерилизация Пришло достаточное количество писем С вопросами на эту тему И для начала я представляю вам беседу С доктором То есть с ветеринарным доктором Давайте посмотрим Итак, друзья, я рад вам представить Своего отличного вообще друга Мы проработали с ним очень много времени Это ветеринарный доктор Который работает ведущим специалистом Подчеркиваю, ведущим специалистом Областной клиники Ветеринарной, которая находится на Федоровского И лучший доктор нашей цирковой системы Владимир Геннадьевич Владимир Геннадьевич, у нас сегодня Такая актуальная тема Стерилизация Стерилизация животных Ну и соответственно Вот что вы думаете по этому поводу Плюсы, минусы стерилизации Как вы считаете? Здравствуйте все Знаете, если люди Значит, не занимаются дальнейшим воспроизводством И животное взяли для, как говорится, для души Конечно, эту операцию нужно сделать Хотя бы потому Чтобы животное в дальнейшем не страдало, не мучилось Потому что в природе и физиологии так устроено Что существуют определенные циклы Когда животное спаривается Это доставляет в какой-то степени дискомфорт для владельца Но если владелец, значит, любит свое животное То оно ему просто дорого И, как говорится, после стерилизации Особо-то качество жизни животного не меняется Единственное, что существует, это разная диетка Потому что стерилизация, это не что иное Удаление половых желез, органов И, естественно, какие-то гормональные Начинаются перестройки в организме Живота начинает, допустим, поправляться Но в настоящее время это все легко корректируется При помощи специальных травмов Они так же называются, для стерилизованных Да, да, да То есть, вот это гормональный фон пониженный И нужно, соответственно, просто сбалансированный Опередай кормах Я попрошу рассказать, Таис, пожалуйста На рынке сейчас представлен достаточно большой выбор кормов Как потребительского класса, так премиум и супер премиум Отличие, главное, от обычных кормов Идет, во-первых, в малой калорийности Для того, чтобы поддержать вес животного И в веществах, которые профилактируют Возможное заболевание, как мочекаменная болезнь Либо, если это лечебные, уже происходит само лечение Плюс они делятся для котят, для кошек Бывают для привередливых животных Для мальчиков, для девочек Перевожу Существует корма, как недорогие, так и дорогие Как специализированные, так и не специализированные корма Приходите, вам здесь в магазине Под вашу конкретную кошечку Под возрастную категорию вашей косточки По состоянию, скажем так, ожирения Друзья мои, я не могу об этом не сказать Это ведущий специалист у нас в образе как раз операции Это доктор-хирург Он берется за такие операции За которые, собственно говоря, не берется у нас ни один специалист в области Просто такой, вот смотрите Очень, я не знаю, это правда, неправда Вот вы как специалист, скажите, пожалуйста Говорят, что когда проходит стерилизация Животные склонны к мочекаменным болезням Ну, значит, мочекаменные болезни В настоящее время они и без стерилизации имеют место Нет, это независимо Независимо Вы имеете в виду речь о катах, да? Да, да, да Вся проблема в том, что, значит, с его анатомического строения Там имеется сообразный изгиб В который участвуют сосредотачиваются соли Образуются солевые пробки Но это со стерилизацией особо-то и не связано Сама операция сложная Значит, операция, значит, может быть проведена эндоскопическим путем Или же путем внедрения в брюшную полосу через разрез Лично сложнее операцию проводить в женской полосе С девочками сложнее, с ними всегда сложнее Отчасти да Отчасти да Вот, Владимир Геннадьевич, послеоперационный период Мальчик, девочка Какие-то различия между вот Что нужно делать в этот период Насколько сложный послеоперационный период Переносит животное вообще Значит, послеоперационный период заключается в том Что нужно будет посетить ветеринального доктора После операции Да, где доктор должен будет осматривать шок Как часто это делать? Это все по назначениям Иногда достаточно одного приема Иногда достаточно двух То есть, как прошла операция? Да, да Значит, и, естественно, антибактериальная терапия Как после любой операции Значит, с мальчиками намного проще Обработки, значит, аккастракционных ран Если они как таковые имеются без наложения шок Тоже антибиотики Но небольшим курсом И, как правило, уже у мальчика на третий, на четвертый день Все приходит в норму То есть, три-четыре дня? Да, а у женских половых гостей Швы снимаются Швы рекомендуют снимать на десятый, одиннадцатый день Ну, я вот видел фотографии Там какой-то бандаж Даже специально накладывают, да? Да Животному не схожешь Ты сиди, не чеши Для этого существуют специальные постаперационные прогоны Бандажи Что дает возможность на некоторое время До снятия живота Сохранять шок Ну, чтобы не зализывали Да? Она начинает лизать сразу Не зализывали, да Это операционный период Несторожно Что есть для постоперационного периода? Вот доктор сказал, что бандажи существуют, мази, антибактериальные какие-то средства Ну, и вообще сейчас у нас, по крайней мере, есть бандажи Такого плана То есть, получается, завязывается на спине То есть полностью брюшка будет закрыта, защищена от раздирания и все остальное Также, ну, допустим, есть такие вот мази Они идут рано заживляющие Противобактериальные И как раз-таки послеоперационные Вопрос самый главный Когда делать стерилизацию? Значит, мы должны учитывать то, что Когда растет животное Идет развитие И, естественно, вот первые симптомы Первые у собак течки У кошек течки Это говорит о том, что животное развилось То есть, сформировался костяк И так далее То есть, стоит дожидаться течки? Или уже примерно дождаться? Дожидательно, да Дождаться, да? Если мы начнем стерилизовать там в трехмесячном возрасте Или же там, в месячном То есть, естественно, нормального развития организма не получает Давайте я сейчас подытожу Вы меня поправьте, если что, Владимир Геннадьевич Значит, смотрите Ваше животное, которое задержится у вас в квартире Вы взяли щенков Вот у вас произошел период формирования Ну, симптомами можно Первые звоночки Это вот первая течка, правильно, да? Если это кабелек Ну, уже вы видите, что ваша собачка Сформированный костяк, да? Начинает принюхитаться, наверное, да? Ходит даже метки нюхит То есть, если вы решили, что вы хотите сделать Не быть, не получать коммерческую выгоду И чтобы ваша собачка не задумывалась вот об этих метках Не бегала, не скулила, не лизала Не просила себе девочку Не просила себе мальчика Вот в этот момент стоит уже обратиться к ветеринарному доктору Чтобы он провел эту операцию Насколько я понимаю, эта операция никаких отрицательных моментов Не несет для здоровья животного Нет, особо не несет никаких То есть, вот те мифы о мочекаменной болезни у котов Они просто связаны с анатомическим строением С анатомическим, зачастую с кормлением С нарушением обменных процессов То есть, с солей камнеобразования То есть, даже здоровому животному, в принципе, нужно Через какой-то промежуток времени Через какой примерно делать анализ Достаточно одного, двух раз В два месяца пресечения доктора И если, значит, что-то настораживает Какие-то появляются признаки Заболевания, там, допустим, часто присаживается на горшок То уже нужно об этом, ну, кормить То есть, частые походы в туалет Это для вас звоночек Спасибо, доктор Спасибо вам большое Уважаемые зрители Если все-таки по каким-то причинам Вы не хотите стерилизовать свои животные Ну, например, получать какую-то комическую выгоду Хотите вот продажи котят, щенков и так далее То есть препараты в магазине Которые помогут вам контролировать этот процесс Расскажи, пожалуйста Ну, существуют препараты негормональные То есть, контрацептивные, да? Да, именно контрацептивные, но негормональные Они идут на сборах травок Таких как мята, валерьяна То есть, допустим, это фитекс, кот баюн Это успокаивающие Это успокаивающие Также они являются корректором поведения Нервного, допустим, при переезде Также и птичка Также существуют препараты уже гормонального плана Они бывают в таблетках и бывают в капельках Они даются строго по дозировке Строго по инструкции То есть, нужно соблюдать определенную схему, да? Да То есть, чаще всего таблетки Это одна таблетка в день В течение 3-4 дней Уже в зависимости от организма, животного То есть, как подействовало Капли это от 4 до 5-6 капель в день, опять же Опять же, в 3-4 дня подряд Ну, тут средства разные есть Поэтому схемы абсолютно разные То есть, таблетки, капельки Приставлены в двух, скажем так, видах Вот мне очень понравился вот этот вот умный спрей Что это за спрей, скажи? Это спрей антикобелин Данная продукция используется только для девочек Перед выглом Это именно собачий Опрыскивается под хвостом Хвост и штанишки у собаки То есть, убивает запах К течку из сумки К течку из сумки Да, для того, чтобы кобели ее не почувствуют И спокойно гуляем Будем называть вещи своими именами Еще, друзья, здесь такие прикольные штуки есть Вот раньше мучились с этим вопросом Но зона индустрии шагает вперед, как всегда Вот смотрите, прикольные такие трусы Это именно для сумки, когда они течковать начинают И чтобы выделений не было никаких Вот здесь вот для хвостика дырочка такая Видите, такие реальные стринги прикольные Вкладываете подкладочку обыкновенную Женку, купив в обыкновенном магазине И проблема с пятнами у вас решается Здесь есть несколько видов их От хешовых до дорогих Даже со стразами есть Поэтому приходите, выбирайте Друзья, с вами был канал Я и мой хвост Я автор и ведущий Олег И образовательная программа От системы магазинов планеты Зологоров Кемерово и старший подавец Таис Заслужите доверие, заслужите уважение И у вас все получится Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok